МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 4 ноября, день народного единства. Об истории праздника и его традициях. Маски, антисептики, журнал контроля температуры. Администрация проверила соблюдение санитарных правил в салонах, красоты и магазинах. Чем губернатор Нижегородской области объясняет нехватку противовирусных препаратов и антибиотиков в аптеках. Далее расскажем по всем подробно. 4 ноября наша страна отмечает День народного единства. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в российской истории – освобождение Москвы от польских интервентов в 1612 году и приурочен к Дню Казанской иконы Божьей Матери. Подробнее об истории и традициях Дня народного единства расскажем далее. День народного единства – это молодой праздник, однако корнями он уходит в далекое прошлое. Спросим у саровчан, что они отмечают в этот день, или для них это еще один дополнительный выходной. Именно в 4-го? Нет, это его уж переменовали. Перенесли дату с 7-го, а это 7 ноября – это революция. День соединения. В общем, российский праздник наш, родной. Это связано с Минином и Пожарским, когда они ополчение, по-моему, все собирали. Как нам удалось выяснить, к Дню народного единства саровчане относятся неоднозначно. Одни считают его праздником, который сплотил народы, другие характеризуют как попытку заменить День Октябрьской революции, который до 2005 года праздновали 7 ноября. Купны заедино, вместе заодно. Этот призыв Казьмы Минина стал девизом для ополченцев. В Нижнем Новгороде земский староста Казьма на площади обратился к людям с призывом создать освободительное движение для борьбы с польскими и литовскими интервентами. Сегодня эта площадь носит его имя. То есть это в сентябре 1611 года на площади Кузьма Минин бросил клич вместе заодно и давайте собирать деньгу, пятую деньгу, как он говорил, заложим жен, мужей, всех заложим, но за Русь свою постоим. 4 ноября также отмечают День Казанской иконы Божией Матери. У государственного и церковного праздника общие истоки. Икона была символом движения, перед ней молились Минин и Пожарский. В дни решающих битв за Москву и Кремль она оставалась с ополченцами. Впоследствии эта икона была покровителем династии царей Романовых. И многие верили, что благодаря иконе Казанской Божией Матери и выгнали, изгнали захватчиков из стен Московского Кремля. Ко дню Народного единства городская библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина подготовила выставку «Подвиг во имя России», где собрана литература о событиях 1612 года для читателей всех возрастов. Те, кто предпочитает сейчас оставаться дома, могут посетить библиотеку онлайн. Для читателей подготовлен веб-квест «Единство в нас. Интерактивная карта», «Путь Нижегородского ополчения 1612 года», «Видеоисторическая реконструкция вооружения ополчения» и «Презентация 5 фактов о Минине и Пожарском». Сайт открыт для всех, кто хочет узнать больше о смутном времени. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Мир переживает критический этап пандемии коронавируса, и следующие несколько месяцев ситуация будет тяжелой. Об этом заявила ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения в России Эмилита Войнович. В глобальном среде мы находимся на критическом этапе пандемии, особенно в Северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, и некоторые страны находятся в тяжелом положении, подчеркнул Войнович. Заболеваемость новыми случаями COVID-19 продолжает ускоряться, в то время как количество новых случаев смерти в последнее время оставалось относительно стабильным. Она обратила внимание, что во всем мире зарегистрировано более 41 миллиона случаев заболеваний и более 1 миллиона случаев смерти. На текущую ситуацию можно посмотреть, как на продолжение первой волны. В апреле и июне мы наблюдали снижение новых случаев. Но не по естественной причине, а из-за строгого карантина. Но вирус никуда не ушел, он остается в популяции. Соответственно, когда строгий карантин заканчивается, вирус возвращается, указал Войнович. По ее словам, руководство ВОЗ призывает все страны принимать надлежащие меры для предотвращения новых смертей, защитить мощности системы здравоохранения для обеспечения оказания помощи как при COVID-19, так и при других заболеваниях, и сократить по возможности закрытия школ. Эффективные вакцины, средства диагностики и лечения будут иметь жизненно важные значения для предотвращения пандемии и ускорения глобального восстановления. Но эти средства спасения жизни будут по-настоящему эффективными только в том случае, если они будут доступны для наиболее уязвимых на равной основе и одновременно во всех странах, отметила представитель организации. Между тем, страны Европы одна за другой возвращают карантин. Вслед за Англией, Германией и Францией локдаун вводит Греция. Но пока только в Салониках и в городе Серра. Там эпидемиологическая обстановка наиболее сложная. Передвижение жителей возможно только после СМС-уведомления о выходе на улицу с 21 часа до 5 утра. Поездки разрешены только по работе и по состоянию здоровья. Чешская республика еще сильнее ужесточила общенациональный карантин, введя комендантский час с 21 до 6 утра. Там уже закрыты магазины, школы и рестораны. Масочный режим обязателен. Полмесяца будет действовать комендантский час в Испании. Там уже действует еще один новый запрет на собрание людей в количестве более 6 человек. Комендантский час введен и в Швейцарии, но там он коснулся лишь ресторанов и баров. Они должны прекращать свою работу в 23 часа. Решение будет действовать неопределенный срок. Специалисты уверены, что рекордных показателей новой волны в Европе можно было бы избежать. Среди причин, приведших к нынешней ситуации, они особенно выделяют три. Национальные культурные привычки, рукопожатие, поцелуи, объятия. Джентрификацию, из-за которой все больше и больше людей живут в городах с их скучностью. А также высокую долю мигрантов, которые зачастую не имеют доступа к информации на родном языке. Администрация продолжает проверять, как предприниматели соблюдают санитарные меры. Во время очередного рейда специалисты КУМИ посетили салоны красоты, магазин спецодежды, продуктовые точки. Смотрели наличие масок, антисептиков, проверяли журналы регистрации, температуры и графики обработки помещений. Подробности далее. Журнал не ведется. То есть температура у вас здесь градусника нет, да? Нарушения в одном из продуктовых магазинов города не исправили после первой проверки. Маски на сотрудниках и посетителях, санитайзеры на входе, измерения и фиксация температуры – то, на что обращают внимание специалисты Комитета управления муниципальным имуществом. На их счету уже сотни рейдов. Несмотря на то, что некоторые предприниматели на своих же ошибках не учатся, большинство магазинов и салонов красоты предписанием Роспотребнадзора следуют. В большей своей части мы видим, что в магазинах нарушений нет, то есть соблюдается. Но все-таки магазины небольшие, вот повторно пришли и повторно те же замечания. То есть, по всей вероятности, нужно уже применять какие-то штрафные санкции. Во всех магазинах саровчане были в масках. К ним, как отмечают управляющие, все привыкли. В случаях, когда покупатель заходит без средства защиты, сотрудники предлагают надеть одноразовые маски. Если человек отказывается, внутрь не пускают. Приходят без маски, упираются. И до полиции дело доходило. А как аргументируют вообще нежелание наносить маску? Зачитывают какие-то приказы, указы, которые в противовес к губернаторскому указу идут. В основном люди законопослушные, заходят в масках. Если масочный режим большинство сотрудников и посетителей соблюдают, то журналы измерения температуры и обработки введут не все. Некоторые при виде проверяющего убегают в подсобке. И там на скорую руку пишут стандартные 36,6 на обычном листке. Первый раз проверяющие ограничились предупреждением. Если нарушение выявят повторно, организации грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Клиническая больница номер 50 предлагает горожанам свободные путевки в санаторий Сергеевский минеральные воды. Общий терапевтического профиля для взрослого населения. Путевки бесплатные. Проезд санаторий за счет средств жителей. Для оформления заявления обращаться в поликлинику по месту прикрепления по предварительной записи. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Продолжается строительство двухэтажного здания нового спортзала Саровской православной гимназии. Залиты плиты центрального входа и подпорная стена подвала. В подвале залит поло штукатурной стены. В самом спортзале сделано освещение электрикой системы вентиляции. Будут делать отопительную систему. Все дверные проемы утеплены. Сантехоборудование в раздевалке готово к монтажу, сообщает православный Саров. Продолжается городской конкурс доброволец Сарова. Принять в нем участие могут все волонтеры и волонтерские объединения города. Среди номинаций «Доброволец-новичок», «Открытие года», «Организатор добровольчества», «Волонтерское объединение». Заявки работы принимают до 15 ноября. Подробности по телефону 9-91-13 и в группе муниципального ресурсного добровольческого центра Сарова ВКонтакте. Большой этнографический диктант проходит в нашей стране с 3 по 8 ноября. В этом году написать его можно только онлайн на сайте miretna.ru. Акция проходит в пятый раз. Участниками могут стать все желающие. В этом году официальные сайты задания диктанта будут переведены на английский и испанский языки. Задание диктанта оформлено в виде теста и включают в себя 20 общих вопросов и 10 уникальных для каждого региона. Время прохождения диктанта 45 минут. Затем доступ к заданиям закрывают. Сертификат участника с указанием результатов формируют сразу после прохождения диктанта в электронном виде. Жители Нижегородской области жалуются в инстаграм Галиба Никитина на нехватку в аптеках противовирусных средств и антибиотиков. В группах канала «16» в социальных сетях мы спросили саровчан, заметили ли они дефицит противовирусных средств и антибиотиков в аптеках. Вариант «да» выбрали большинство – 65% респондентов. Не заметили – 8%. Не интересуются этой темой 25% участников опроса. Глеб Никитин отметил, что аптечные сети сейчас наращивают закупки антибиотиков у поставщиков. По приему этих препаратов около полутора тысяч жителей Нижегородской области получили рекомендации от медиков. Для жителей, чья болезнь протекает в тяжелой форме, будут выделены льготные лекарства. В комментариях поста в инстаграм пользователи задались вопросом, что же стало причиной подорожания препаратов или их отсутствия. Ажиотажный спрос – люди решили, что нужно закупиться лекарственными препаратами впрок, ответил глава региона. В октябре мы делали сюжет о передаче приемника для безнадзорных животных в ведении Госветуправления. Тогда к нам обратились волонтеры, обеспокоенные тем, что приемник перестанет принимать щенков и котят младше шести месяцев. Привозить будут только собак с отлова, а волонтеров помогать животным не пустят. За разъяснениями мы обратились в комитет Госветнадзора по Нижегородской области. Ответ на запрос пришел только сейчас. Приемник будет реорганизован в прию для животных без владельцев, отвечающий требованиям закона. На базе созданного приюта планируют реализовать программу отлов, стерилизация, вакцинация, возврат к прежнему среду обитания. Финансировать работу приюта будет область. Проведут реконструкцию здания и необходимый ремонт. В приют планируют принимать животных всех возрастных групп. Действующие работники приглашены в полном составе для дальнейшей работы в приюте. Он будет сотрудничать с официальными волонтерскими организациями. Добровольцы и граждане могут посещать приюты для животных в часы работы. Как все это будет реализовано на практике, покажет время. Передача приемника займет еще несколько месяцев. Саровчане начали получать ежегодные уведомления от ФНС по уплате налогов. До 1 декабря граждане должны оплатить определенную сумму по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество. Какие изменения появились в этом году, расскажем в следующем репортаже. С конца сентября физические лица получают рассылку уведомлений по уплате земельного, транспортного и налога на имущество за 2019 год. Напоминания приходят заказным письмом по почте или появляются в личном кабинете. В этом году появились нововведения в бумажном варианте оповещения. Налоговые службы больше не высылают квитанции, указывают только реквизиты платежа и сумму, которую нужно оплатить. В новых уведомлениях есть специальный идентификатор, штрих-код и QR-код. Оплата налогов производится через отделение банков. Также можно оплатить налоги в режиме онлайн. Налоговые уведомления не отправляют при наличии льготы или вычета, которые освобождают человека от оплаты, либо если общая сумма меньше 100 рублей. Перечень граждан, которые имеют право на льготы, поименован в Налоговом кодексе Российской Федерации и в законе о транспортном налоге по Нижегородской области. Предоставление льготы гражданам носит беззаявительный характер. То есть налоговый орган предоставляет льготу на основании сведений, которые имеются в налоговом органе в соответствии с федеральными законами. Рассчитаться с государством нужно до 1 декабря 2020 года. Если налогоплательщик этого не сделает, за каждый день просрочки будут начисляться пени. Придет уведомление с требованием погашения долга. Если после получения требований плательщик не вносит в бюджет суммы налога, которая необходима для оплаты, уже принимаются меры принудительного взыскания. Изменения коснулись и предпринимателей. Сотрудники налоговой службы сообщили, что в 2021 году плательщикам ЕНВД после его отмены не надо будет сниматься с учета. Инспекции сделают это автоматически. Для перехода на упрощенную систему налогообложения нужно до 31 декабря подать заявление. Если плательщик этого не сделает, то его переведут на общий режим. Индивидуальные предприниматели могут перейти на патентную систему или уплату НПД. Чтобы перейти на патентную систему налогообложения, налогоплательщик должен подать заявление до 31 декабря. Чтобы ставить налогоплательщик в налогу на профессиональный доход, нужно зарегистрироваться на мой налог. Ответы на частые вопросы и дополнительную информацию можно найти в специальном разделе на сайте Федеральной налоговой службы России. Там же есть калькулятор, с помощью которого можно самостоятельно рассчитать сумму налога. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова